Всем привет, с вами Артём, это игра Привет, сосед, и сегодня я буду строить дом на дереве. Вот на таком дереве, я его сделал специально больше, чтобы мне можно было уместить сюда дом, я его 100% построю, и поселим туда соседа. А сосед, как вы помните, ну, наверное, помните из прошлого видео про постройку дома на Луне, он у нас сейчас живёт на Луне, поэтому мне нужно сначала за ним слетать и принести его сюда, потом можно начинать, наверное, строить дом. Сейчас я его принесу. Сосед живёт вот в таком вот маленьком доме, кстати, сам сосед маленький, его можно немного увеличить, я потому что уменьшал, вот так вот примерно, надеюсь, будет нормально. И понесли его домой. Кот я, в общем, практически донёс соседа до дома, но его, наверное, поставлю на траву вот сюда где-нибудь. Хотя рядом с деревом я ставить не буду, он, наверное, нам будет мешать таким образом, поэтому поставлю где-нибудь вот здесь. Вот, надеюсь, ты здесь не застрянешь. Так, давайте это сейчас проверим, будет ли оно работать. И сосед, сосед ходит, всё нормально, бегает, бегает, сосед бегает, всё отлично, теперь можно начинать постройку дома. Надеюсь, он мне мешать не будет с этим. Иди, сосед, я буду начинать строить дом, а то ты мешаешь мне тут. Строить я его, наверное, буду из кубиков, как, в принципе, тот прошлый дом. Конечно, можно попробовать взять какой-нибудь готовый же дом и разместить его на дереве, но это будет странно, и ещё я не смогу у него, скорее всего, попасть. Я планирую сделать как? То есть, вот здесь вот такая дыра будет, дом на этой дыре будет стоять, лестница, и, в принципе, всё. Дальше можно будет смотреть по ходу строительства, так сказать. То есть, мне нужно взять вот такой вот кубик, его вверх потянуть, где-то вот на такое расстояние, наверное, можно, да? Вот такой дом, наверное, будет нормальный. И растянуть его примерно вот так. Сначала сжать, это у нас будет пол, потом растянуть вот сюда, получается так. Её можно скопировать сразу на другую сторону. Дом, кстати, получится большим уже, понятно. Здесь сейчас можно поставить лестницу, вот здесь. Вот здесь вот прям поставить лестницу. Вот так вот её вот сюда продлить до платформы, и посмотреть, смогу ли я сюда забраться. Вот такая лестница. Кажется, как будто по ней не заберёшься, но количество ступенек можно у неё увеличить. Допустим, мне здесь нужно примерно, ну, 15 ступенек, может, надо, а может даже больше. То есть, вот здесь вот беру и увеличиваю количество до 20, наверное, даже. 20 даже мало. Вот так вот будет выглядеть лестница. Да, здесь можно ещё один кубик разместить, то есть, можно клонировать вот этот вот пол, прямо его уменьшить. Получается как-то так. Что-то странное, конечно, да. Это чё? Это облако, что ли? Чё-то темно как стало. Я думаю, как бы это лучше сделать. Вот это вот подвинуть вот сюда, тогда у нас только вот здесь будет подъём, или как лучше. Давайте попробуем сначала так, и что потом это всё поменяем. Так, вот это вот тоже клонируем. Я это потом всё перекрашу. Хотя можно это прямо сейчас всё перекрасить. Цвет дерева, какой-нибудь коричневый цвет. Всё, теперь у нас готов здесь вход в наш дом. Кстати, он большой реально получается. Он прям, он прям очень большой. Так, давайте попробуем сейчас сюда забраться, потом я его перекрашу. Это у нас будет уже такая более-менее готовая платформа, для того, чтобы понимать, как это всё будет выглядеть. Так, это выглядит как-то так. Прикольно. А, почему? А, а я не могу забираться по лестнице, потому что она, кажется, в дерево. Да, тут дерево, и из-за этого сосед не лови, пожалуйста. Я просто строю дом на дереве. Мне нужно лестницу сдвинуть подальше от дерева. Так, попытка номер два. Так, надеюсь, сейчас сосед меня не поймает. Всё, он там идёт вроде как. А почему я не могу по лестнице забираться? Мне кажется, это из-за дерева, да? Давайте попробуем сюда поставить какой-нибудь предмет и забраться по нему на лестницу. Сосед меня спалил. Ну зачем? За что? Всё, он успокоился. Зарядку начало делать вообще отлично, как всегда. Ну, в принципе, да, как всегда. Я вообще по лестнице забираться не могу. Мне её ещё дальше нужно двигать, что ли? Давайте попробуем подальше подвинуть. Так, вот сюда вот тебя тогда. Прям наполовину, чтобы точно понять, из-за этого это или нет. Если из-за этого, тогда придётся ставить другую лестницу немного. Попытка номер три поставить нормально лестницу. Всё, оно работает. Я даже сюда пролезть могу. Всё, вот такой вот. А из-за того, что тут дерево, тут как бы коллизия такая, невидимая стена, по сути, вокруг дерева, из-за этого становится трудно как-то ходить вокруг него. Поэтому нам нужно ещё большее пространство для дома. И лестницу ещё можно даже немного подвинуть. Ну, сосед по лестнице полез? Привет, сосед. Ой. Мне домой надо. Мне домой. Так, успокойся. Успокойся. Он меня хочет схватить. Пылесос взял. Он пытается меня запылесосить. Но у него это не получится, надеюсь, да? Не получится ведь? У него это получилось. Это было ужасно. Так, давайте это ещё подвинем. Что я сделал? Так, давайте... А, я удалил. Нет, я спрятал. Я спрятал, короче, где-то здесь стену. Так, давайте это ещё вот сюда вот примерно подвинем. И ещё вдобавок вот сюда вот лестницу. Это мы растянем. Вот такой дом получается. Его ещё можно даже в ширину растянуть немного. Ну как немного? Получится много. Вот так вот. Хорошо. Проверяем. Ой. А я её сюда, что ли, переместил? А я это не видел всего. У меня что, не сохранилось оно? Паркур. Можно паркурить. Или оно такое всё-таки и есть. А, оно такое и есть. А почему... Подождите, я что за объект летаю, что ли? А как я так сделал? Почему я, видите, по тени... Что это? Ты что, перевернулась, что ли? Так, что с тобой не так, стена? Я что-то сделал не так. У меня стена... Я играю за стену. Ну вот за что? А как мне... Как я это вообще сделал, чтобы я мог играть так? Ну сейчас же я играю нормально. А вот эта вот стена, это по сути я. И каким образом я так сделал? Меня стоп... А, я камеру, что ли, переместил сюда? Я, походу, сюда прикрепил камеру. Помогите. Меня крутит. Вот. Наконец-то. Всё. Эта камера была прикреплена к этому объекту. Это было настолько ужасно просто. Вот, короче. Всё исправлено, всё нормально. Продолжаем. Так, мне дальше нужно перекрасить здесь пол. Вот этот вот пол. Мы его перекрасим в коричневый цвет, наверное, какой-нибудь. Деревянный, типа. Вот примерно такой вот пол, если сделать. Мне кажется, будет нормально. Дальше надо поставить стены. Я думаю, ещё как сделать здесь крышу. Она будет проходить здесь. Можно сверху поставить какой-нибудь наблюдательный пункт за соседом. Типа, вот здесь вот... А, как я это сделал здесь? А, можно вот здесь вот провести лестницу, да, такую. То есть вот это вот надо будет увеличить сейчас. Мы здесь проведём такую лестницу. И здесь вот поставим где-нибудь такую вышку небольшую. Ну, просто ради прикола просто посмотреть, как это будет. Интересно, ещё, кстати, сможет ли сюда сосед забраться по этой лестнице? И будет ли он мне мешать таким образом? Давайте я попробую поставить здесь вот окно. Именно вот здесь. Мне нужен ещё один кубик. Сейчас поставлю окно. На этот раз бьющееся, кстати. Спасибо за то, что пишете комментарии. Я, как вы мне посоветовали, удалил сохранение. И, ну, в модкит. И все предметы стали нормально появляться. Но я просто, когда строил дом на луне, я не мог ставить предметы, с которыми мог бы взаимодействовать. Мне поэтому пришлось ставить предметы только такие, которые просто статичные, так сказать. Ставим здесь окно. Первая стена с окном готова. Это, кстати, прикольный вид. Сейчас я его ещё перекрашу в другой цвет какой-нибудь. Уже не дерево, а какое-нибудь... Ну, типа, как у соседа синий можно сделать. Либо жёлтый, но жёлтый странно выглядит. Можно красные стены сделать. У нас же пол коричневый, можно сделать красный попробовать. Давайте посмотрим. Да, конечно, кирпичные стены здесь немного странно смотрятся. И из-за тени они кажутся темнее, но... Давайте другие всё-таки посмотрим. Посмотрю, какие-нибудь найду. Есть такое вот красное дерево. Оно вполне нормально смотрится здесь. Его можно оставить даже. Это, кажется, почти такое же, как у соседа, но у соседа материал другой. Это как будто линолеум какой-то положили на стены. Кстати, только что заметил это. Давайте вот такое вот красное деревянное возьмём. Нормально смотрится. Это окно я не буду копировать на другую сторону. На другой стороне я поставлю два окна. Ну, то есть здесь три окна у нас, а здесь у нас будет такое раз окно и два окно. Так будет лучше, наверное, смотреться. А здесь я вот не знаю, как сделать. Здесь три и три поставить или четыре одинарных просто. Или вообще окна не ставить, я не знаю пока что. Но эти стены мне точно уже пригодятся. Вот так. Сейчас найду там одно окно какое-то единственное. Вот такое вот окно. И его я хочу поставить два. Ну и вот так вот, я думаю, нормально. Хотя можно его ещё даже левее сдвинуть. В принципе, нормально. Куда стена делась? Я её что, удалил что ли? Верните обратно. Вот так вот надо. Я что, не заметил этого как-то делу что ли? Походу я не заметил. Дальше можно здесь поставить две одинаковые стены. Либо здесь построить дополнительную лестницу. Здесь у нас ездят машины, кстати. Ездят. И я не знаю, как эта лестница здесь будет стоять. И можно ли будет по ней спокойно забираться. Потому что когда ты будешь типа лезть по этой лестнице, то у тебя будут скидывать машины. Не знаю, надо сначала попробовать поставить стены здесь. И два окна. Тройных вот таких. Два тройных вот таких окна. А это вполне нормально смотрится. Сейчас мы вот здесь вот поставим стену, закроем соседа. Вот, всё. И вторая стена здесь тоже готова. Такую же стену можно поставить здесь, либо поставить что-нибудь прям особенное. Давайте сейчас всё сохраним и проверим в игре, как это выглядит. Так. Где мои окна? Мне опять что сохранение удалять что ли? У меня опять всё из-за сохранения этих глюкнуло. Надо попробовать удалить сохранение. Сейчас посмотрим. И всё нормально. Можно так удалять сохранение. И это отлично. Потому что у меня такое, наверное, будет часто возникать в процессе построения этого дома. Типа сюда залезаем. Вообще, мне нравится, как это выглядит. Только мне кажется, окна слишком большие. Хотя вроде в доме соседовском они такие же. Ну да. Конечно, они такие же, блин. Я потому что такие же окна поставил. Это отлично. Я потом сюда соседа обязательно поселю. Так, давайте проверим ещё, бьются ли эти окна. Я, если прыгну отсюда, я не собьюсь. Всё нормально. Не разбился. Берём коробку. Я не попал. Берём вторую коробку. Или клей. Клей лучше будет. Я второй раз не попал. Меня спалил сосед. Сейчас на третий раз что-то очень плохое случится, да? Всё. Отстань от меня. Дай я попробую разбить себе же окно. Всё, оно бьётся. Да я не тебе же окно разбил. Ну чё ты, ну твоя территория, может, да, ну и чё? Чё такого-то? Успокойся ты уже. Пишите комментарии, что вы думаете о таком доме? Может, ещё что-нибудь похожее можно построить? Типа, допустим, удалить вот этот вот дом и построить на этом месте магазин. Мне тоже писали. Ну, это я думаю, что можно дом удалить. Но можно, конечно, поставить вместо вот этих деревьев дом. Но вроде деревья удалить нельзя. Кстати, одно в воздухе висит. Поэтому придётся удалять вот этот дом и ставить здесь магазин. Прямо вот поставить туда кого-то похожего на соседа или прям соседа туда поставить копию. У меня здесь уже получается целый город. То есть я перестраиваю, строю дом на дереве, дом на лудне, дом в магазине для соседа. Ну, в общем, сосед будет работать в магазине, да? Поэтому такая странная вещь получается. Куда у нас сосед, кстати, делся? Всё, я побежал, я тебя закрываю. Всё, я оторвался от тебя, по сути. Так, что можно поставить здесь? Давайте попробуем сначала поставить такую же стену и посмотреть, будет ли это нормально смотреться. Во, всё, нормально. Очень много окон уже в доме на дереве. Здесь, наверное, можно сделать какую-нибудь дверь. Но я не знаю, зачем в доме на дереве вторая лестница нужна. Можно её не строить всё-таки. Можно оставить прям так. Или потом придумать здесь что-нибудь такое особенное. Дальше мы поставим крышу. Потом подумаем ещё, что можно здесь построить. Сначала крышу и наблюдательный пункт какой-нибудь попробуем тоже поставить. Может, есть отдельно крыша ещё? А хотя, нет, лучше поставить. Хотя она может посмотреть. Оказалось, что у нас есть запчасти от крыши. Это, кстати, вот эта вот крыша. Можно попробовать поставить такую крышу. Это будет странно смотреться, да? И примерно поместить сюда. Мне сейчас интересно посмотреть, как это получится вообще. Ну, примерно что-то такое получается. Слушайте, это прям реальный дом на дереве. С крышей. Можно даже так и оставить. Только здесь нужно закрыть вот это вот всё. Сейчас попробую закрыть как-нибудь. Вот у меня какой-то есть недотреугольник. Это на самом деле, типа, цилиндр какой-то, конус. Но он у нас будет как этот, чтобы крышу закрыть. В общем, он не особо ровный. Но мне ровно, в принципе, и не надо. Во. Но слушайте, тогда я не смогу построить здесь, как бы это, наблюдательный пункт. Тогда у меня получится такой какой-то дом. С дырой в крыше. Я этого не видел. Но хотя, почему не видел? Я же знал, что здесь дыра. Ладно, давайте не будем такую крышу всё-таки ставить. Я попробую поставить сначала из кубиков, чтобы башню, вышку какую-нибудь построить, ещё что-нибудь. Вот здесь я вообще хотел сделать лестницу, да? Вот так. И нужно найти ещё лестницу. Лестницу на этот раз мы поместим прямо в доме. Вот здесь только с этой стороны уже. 17 вот этих вот ступенек. Это нормальное количество. Его можно оставить. Подвинуть даже немножечко вот сюда можно. Всё. Часть крыши готова. Её можно сейчас сразу копировать и поставить вот сюда. Крыша у нас готова. Как-то так примерно получается. Не особо ровно, но это как-то и не важно получается. Здесь дальше огородим, наверное, территорию. И посмотрим, как это выглядит. Ну, я сказал, что сейчас мы это всё перекрасим в крышу и проверим, как это всё выглядит в игре. Потом, кстати, ещё туда будем мебель заносить. Я думал, это будет как-то так. Это странно, да? Но это прикольно. Я думаю, можно так оставить. Такая крыша получается. Прикольно. Сейчас мы это всё проверим в игре. Дом вот так вот выглядит. Он очень большой. Я не знаю, как дерево не сгибается от этого. Но пока что оно нормально держится. Но оно, в принципе, не должно согнуться. Чё это такое? А, это провод. Я думаю, это у меня что-то в доме. Так. Я здесь ходить могу. Здесь ходить могу. Всё нормально бегается. По лестнице... Ой, я не так немножечко поставил лестницу. Я не тут крышу поставил. Я немножечко не так сделал. Нужно наоборот сделать. Ну вот как-то так. Здесь забраться можно. Сосед, не лови меня, пожалуйста. Всё нормально. Нормально. И здесь... Всё. Здесь тоже можно забраться. Только мне мешает дерево немного. Всё-таки, когда я ставил здесь лестницу... А, всё. Можно забраться. Это немного криво. Но так как-то правильнее получается. Ко лестнице к дереву прислонено. Просто вот сюда вот вправо повернуть нужно. И всё. Здесь нормально. Дальше нам нужно сделать забор какой-то. Вот здесь нужно поставить забор. Нужен забор. Мне нужен, наверное, вот такой даже забор. Так, ну это получится что-то примерно такого. Здесь можно поставить какие-нибудь прикольные штуки. Здесь можно ружьё положить, чтобы соседа обстреливать. Забор готов. Крыша готова. Теперь можно сюда ставить мебель. Заселять соседа. И делать всякую фигню. Какую мебель, интересно, я сюда поставлю ещё. Надо сейчас будет поискать. Я вообще тут много что нашёл. И я думаю, как я это всё буду ставить. Но я хотел вот здесь вот поставить стол. Такой стол, чтобы здесь можно было писать. Здесь не будет всяких там, наверное, ну, ванных комнат. Здесь не будет кухонь там всяких. Здесь как бы готовить-то нельзя. Здесь у нас больше как сарай на дереве получается. Но это более как детский дом на дереве. Поэтому здесь будут всякие кукольные домики. Коробки я хотел наверх поставить. И бинокль также наверх. Здесь можно поставить три коробки таких. Дальше сюда бинокль можно также на эти коробки переместить. Это будет искусственно сделанный, так сказать, полка из коробок. Здесь будет лежать на них бинокль. На этих коробках. И он будет наблюдать за соседом. То есть можно будет вот так вот просто подойти и посмотреть в бинокль. В общем, это типа наблюдательный пункт за соседом. Дальше. Чемодан. Я не знаю, зачем я здесь чемодан поставил. Куда можно поставить телевизор? Так, ящик спиро убрать. В ящике у нас будет лежать еда. И, наверное, поставить вот сюда. На тебя нужно поставить телевизор. Вот так. И положить рядом кассету. Так, шкаф для там одежды всякой. Или просто так шкаф. Тебя поставить к стене вот этой. Вот так. Дальше здесь игрушки, лом и все это остальное. Ведро для воды. Его тоже можно, в принципе, наверх поместить. Я думаю, здесь диван-то не влезет. Поэтому можно поставить сюда сейчас кресло будет. Чтобы можно было смотреть фильмы. Вот так. И будет мягкое кресло. Здесь я, кстати, еще зачем-то повесил табличку. Такую, типа, пропавшие. Это типа как пасхалка такая будет небольшая. Но пусть будет вот так. Дальше мы вот здесь, рядом с чемоданом, поместим ящик. Туда сложим еду. Так, вот тут хлеб. И еще у меня там где-то были... А, у меня еще молоко, банан и консервы. У меня три еще предмета осталось с едой. А газировку я хочу, опять же, поставить на стол. Свет у нас здесь не будет, так как свет сюда не проведет. Не, ну, дом на дереве. Но можно, конечно, свет провести. У нас здесь окна есть, в принципе. Я думаю, здесь свет не нужен. И банан. А хотя банан можно на стол положить вот сюда. Типа здесь кто-то ел. И газировку сюда поставить. Дальше у нас остается только лом и танк. Танк можно поставить... А куда можно танк поставить? Танк можно поставить рядом со шкафом. Типа там кто-то играл. Но и так же нам нужно оставить место свободное для того, чтобы можно было ходить. Так и лом на второй этаж. Ну, как на второй? Это так-то третий уже получается. Первый этаж. Это земля. Лом. И я опять забыл про ружье. Нужно сейчас срочно поставить сюда ружье. Главное не забыть это просто сделать. Вот так. Теперь здесь лежит лом. Просто для красоты. И ружье. Сейчас не забыть. Так, вот у меня здесь ружье, пули и цветы. Можно где-нибудь поставить цветы просто для украшения. Ружье можно поставить на забор. Типа оно здесь вот так вот лежит. Но вот как-то так. Цветы я поставлю вниз. Куда-нибудь на стол рядом с телевизором, наверное. Или вот на тот стол, за которым еда. Вот так. Давайте сделаем небольшой обзор. Запускаю игру. Сперва сохраняю это, конечно же. Я что-то забыл это все сохранить. И сейчас я еще сюда заселю соседа. Тогда это будет вообще отлично. Вот такой дом получился. Там у нас крыша, забор. Окна стоят тройные. Здесь двойные. Я доме такие оставить. В принципе, там не лови меня сейчас сосед. Такие там нормально будут смотреться. Поднимаемся по лестнице наверх. Оказываемся в главной комнате. Почему листовка упала? А, мне ее нужно прикрепить. Ладно. Я ее сейчас прикреплю. Так, здесь у нас стоит танк, игрушка, шкаф. Это шкаф можно было, чтобы либо спрятаться. Кстати, танк толкнул. Либо просто, чтобы туда что-нибудь положить. Кстати, от кого прятаться, я не знаю. Здесь кукольный домик. Рядом лежит кукла. Ну, детские игрушки. Потому что танк также относится к ним. Здесь кресло, чтобы можно было посмотреть телевизор. Пульт для телевизора. Так. Сейчас проверим, кстати, еще полезли у нас сюда сосед. Что, реально, что ли? У меня сосед сюда лезет. Так. Давайте быстро. Здесь у нас еда. Здесь у нас всякая еда. Чемоданы. Здесь столик стоит. Еда. И все остальное. Он здесь. Я наверх. Я наверх. Я наверх. Все, сосед. Сосед. Мне наверх нужно. Вот из-за того, что я криво лестницу сделал, мне это плохо. Оказалось. Он дальше лезет. Ружье. Быстрее берем ружье. Я нашел применение этому дому. Все. Обстреливай. Обстреливай быстрей. Выпусти. Сбегай. Все. Я побежал. Я сбегаю от тебя, сосед. Прощай. Я разбился. В общем, что-то такое прикольное получилось. Неожиданно очень. Ну, вот такой вот какой-то дом получился. Сейчас еще надо не забыть тебя прикрепить, блин. Здесь, кстати, можно использовать двойной прыжок, который есть на карте. Стандартно. Чтоб залезть наверх. Не знаю, конечно, как это сделать. Да блин, что я так криво сделал? Ну, вообще здесь нужно направо максимально посмотреть. Чтоб залезть. Так, вот у нас ведро. Все можно трогать, абсолютно все можно сбивать. Все здесь имеет, так сказать, физику. А не как у меня был дом. Все что угодно можно сбить. Цветы можно сбить. Чемодан можно сбить даже. Хотя чемодан не уверен. Куда? Так. Ну, в принципе, вот такой вот дом получился. Теперь я это прикрепил. У него стоит режим фиксит. То есть фиксированный. И теперь он, по идее, падать не должен будет. Ну, в принципе, тогда... А, сосед, сосед, сосед. Я уж хотел видео завершать. Надо еще соседа не забыть сюда выселить. Ну, хотя мы уже все прекрасно видели, как он там живет. Он сейчас, скорее всего, слезет оттуда и пойдет в свой дом. Да? Ну, надо сейчас будет проверить. Запускаю игру. Так, у меня ружье. Все, он там ходит. Да, он сразу же слез вниз. Лови. Кстати, круто, что дом на его территории находится. Он может по нему полностью бегать. И у него там будет навигация. Здесь у нас теперь живет сосед. В этом доме кинодерия. Я его опять пересилил с луны теперь. Сначала я его выселил из дома. Просто на траву. Потом я его поселил на луну. Потом я его поселил в дом на дереве. Теперь ты у нас живешь здесь. Да, сосед? Все. Тебе здесь должно понравиться. Ты тут можешь спокойно жить, потому что дом находится полностью на твоей территории. И ты можешь по нему свободно гулять. И не будешь прыгать просто в стену. Вот так вот прикольный дом получился. Если он вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, я думаю, на этом видео можно заканчивать. Пишите в комментариях, какие еще можно в постройке построить. Привет, сосед. Сделать еще что-нибудь прикольное. Ну, а с вами был Артем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии под этим видео, понравилось ли оно вам или не понравилось. Предлагайте свои идеи для записи следующих роликов. Ну и всем пока.